Всем привет! Сегодня в обзоре страт от столичного капера. Несмотря на то, что эта гитара из самой дешевой массовой линейки кооператива, она уникальна. И уникальность ее в том, что на этом инструменте некогда рубился Александр Растич из группы «Седьмая раса». По словам самого Александра, эту гитару в середине девяностых ему подарили его девушка и друзья. Играл он на ней около двух-трех лет, пока не купил себе Кобейновского Франкенштейна. И именно этот Рустон звучит в записи неальбомной версии «Вечного лета» из клипа. Несколько интересных фактов. Массовое производство стратокастеров на кооперативе Рустон началось в 95-м году. Даже слышал такую байку, что Саша Шамрай договаривался с тюрьмой, где заключенные за небольшие деньги делали ему эти корпуса, которыми впоследствии просто забили весь рустоновский склад и не знали, куда их девать. Еще поговаривают, что самые ранние рустоновские страты из этой серии были краснушными. Потом, когда это замечательное дерево закончилось, появились страты из осины и березы. И если ваш страт того времени легкий, значит он осиновый. А если тяжелый, то березовый. Этот страт как раз тяжелый и тянет аж на 4,5 килограмма. При этом нужно отметить, что баланс у нее идеальный. Гриф кленовый с кленовой залаченной накладкой и с фендеровской мензурой на 22 лада. Крепится к корпусу четырьмя винтами через металлический нэкплейт. К сожалению, пока играть на нем не очень удобно. Гриф с нерегулируемым прогибом. Струны находятся где-то на уровне 4-х миллиметров от 12-го лада. Потом по возможности, конечно, отнесу к мастеру и приведу его в более играбельное состояние. Вся фурнитура и пигард в сборе заказывались для этих инструментов в Китае, поэтому не имеет смысла более детально останавливаться на них. Из самых броских элементов на гитаре, конечно же, поздний логотип Рустон и наклейки Александра Растича, которые и выделяют ее из сотен таких же других. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. а на сегодня это все помните много гитар мало не бывает и до встречи в новых обзорах всем пока а а а а